Приветствую вас, прежде чем начать говорить о сновидениях, да, прежде чем начать разбирать ваше сновидение, ваш сон, я думаю, что уместно будет указать, что сны не толкуются вот так просто, то есть нельзя просто взять и начать толковать сон. Вообще, если профессионально делать толкование сновидений, то я бы сказал так, за две недели до сновидения вашего, вот с которой вы видели, нужно собрать подробное отчет о том, что с вами происходило. Ну, то есть просто, что и как с вами было, что и как у вас было, что и как происходило в вашей жизни, какие вы получали впечатления за эти две недели, какие были значимые для вас истории, ситуации, события, может быть. и так далее. И вот эти вещи нужно обязательно вам собрать и как бы проанализировать, что из всего этого значимо для вас по-настоящему, что вас расстроило, либо наоборот обрадовало, что вас впечатлило, что наоборот разочаровало и почему. Вот эти все вещи, они важны, если вы хотите действительно понять свое сновидение, если вы действительно хотите увидеть его. Ну, увидеть я имею ввиду, разобраться в нем, понять откуда оно взялось, это сновидение, да? Вот. То есть это работает вот именно так. Ну, по науке, если профессионально подходить к вопросу. Далее, значит, соответственно, исходя из, значит, ну вот практики, я полагаю, что при сборе такого анамнеза, при сборе такой истории. Вы удивитесь на самом деле, какими подробностями, интерпретациями обрастет вам ваш сон и станет куда более интимным, куда более, ну, таким, я бы сказал, личным что ли. И поэтому правилами профессиональной этики, как правило, ну, запрещается так вот публично обсуждать это. То есть публично обсуждать сновидение именно. Ну, вот. Значит, тут я могу сказать, вот исходя из того, что вы написали, тут я могу сказать, это то, что ваши родители, они дают вам какие-то указания, которые вы пытаетесь выполнить. И скорее всего, по понятным причинам у вас это получается весьма-весьма с переменным успехом, потому что родители либо недовольны вообще всегда, либо недовольны часто, либо есть какая-то скрытая, ну, скрытая сфера проявления их недовольства, которые они не демонстрируют вроде бы, но которые, тем не менее, вы чувствуете, которые вы чувствуете, которые вам всё, вами чувствуется, которые вами ощущаются очень хорошо. И, соответственно, поскольку это вами чувствуется, возможно, это даже из детства идёт, ну, из детства берёт начало, да? То это своего рода получается такой, как бы, круговорот. То есть вы пытаетесь удовлетворить своих родителей, родители говорят, что вроде бы всё хорошо, чтобы, ну, что вы должны поступать правильно, вот, вы вроде бы понимаете, что поступаете правильно, но всё равно чувствуете, что родители чем-то недовольны. Вот. И в итоге на вас это давит, вас это гнетёт, и, соответственно, соответственно, вы хотите улететь в какое-то место, где бы вы чувствовали себя свободным. Вот. А свободные от этих поручений, которые вам нужно выполнять, свободные от, возможно, страха наказания за, значит, ну, за то, что вы сделаете не так, как хотели родители. И от тревожности, что вы, в общем-то, не очень хорошо и знаете, а как нужно сделать, чтобы родители были довольны. Вот. Это вот то, что касается сна в части магазина, в части, значит, что-то искала, поисков чего-либо, да? То есть, вот, за какими-то зерновыми, вот. Ну, а вообще, опять же, по науке сновидения анализируются по отдельным элементам. То есть, сон не анализируется целиком. Анализируется каждый его элемент. Например, родители, кто? Послали вас, кого, с кем вы были во сне. Отправили, в какой форме, как, как они отправляют, какие от них директивы поступают. А, значит, за зерновыми, значит, какие зерновые, что они для вас, значит, и так далее. А, ходили, да? Как, как, ходили? Ну, как именно вы ходили? Как, как вы передвигались? А, значит, по магазинам. По каким магазинам? С кем они ассоциируются, понимаете? То есть, во сне, главное, не значимость самого сна, и не его значение, которое найдёт, например, допустим, психоаналитик. А в сновидении важно именно ваше значение аспекта сна. То есть, как вы видите вот этот элемент сновидения. Не как кто-то его видит, а как именно вы его видите. Это вот едва ли не самое главное. Потому что от того, как вы видите это самое сновидение, да, от того, как оно вам представляется, зависит, собственно, вообще всё значение сна. Ну, ну, именно, именно для вас. Не для, ну, не для самого психолога. Что важно. Очень важно. Дальше. Значит, если мы говорим о, значит, барболёт. Барболёт я сказал. Осталась только женщина. Та женщина, которую вы видите рядом с собой, да, такая приятная женщина. Вот. Женщина, скорее всего, ассоциирует, ну, родителям тоже. Как правило, здесь может иметь место быть комплекс электро, ну, одно из электоральных в данном случае проявлений. Вот. Я не буду раскрывать значение этого. Вы можете сами-сами в интернете об этом посмотреть. Что такое комплекс электро, как он появляется. Вот. Либо здесь имеет место быть, эм, так скажем так, идеализация родительской фигуры. Или, попросту говоря, трансференция, как это называется. Когда, эм, вот, ну, возводится в статус, эээ, ну, если не бога, то какого-то идола точно, эээ, в фигурах какого-либо, например, из родителей. Вот. Ну, в вашем случае это вот, эээ, какая-то женщина, эээ, приятная наружности, которая, скорее всего, эээ, с вами, эээ, очень добра. Вот. Эээ, которая, ну, которая хочет для вас, эээ, чего-то хорошего, да, которая хочет вам, эээ, счастья. Вот. И так далее. Эээ, то есть это означает, что вы нуждаетесь в любви, любви, эээ, в заботе, да? Что, в свою очередь, означает, что с теми же, эээ, с теми же родителями у вас могут быть проблемы. То есть проблемы именно вот такого плана, да, как эмоциональная близость, например. То есть эмоциональной близости с родителями нет. Либо они к вам проявляют какую-то, как, ну, какую-то любовь, какую-то ласку, какое-то тепло. А вы, как бы, чувствуете, что вам это, ну, не нравится, что это не ваше, что вам нужно что-то другое. Понимаете? А, естественно, эээ, естественно, что родители не могут дать вам, ну, чего-то другого. А неудовлетворённость растёт, и вместе с этим растёт обида. Вот, обида растёт в этом месте. И в итоге получается, что вы неудовлетворены. И, возможно, даже в глубине души обижены на, опять же, своих родителей. Вот. Ну, может быть, на маму, которой ребёнок традиционно более близок, чем, например, с папой. Вот. То есть у этого есть, эээ-ээ, свои, эээ, у этого есть свои причины, такие, вот. Которые либо нужно разбирать довольно подробно, либо как рекомендует мой коллега просто отпустить и жить дальше, ни о чем не переживая, не думая и так далее. Но это на самом деле вам решат, по большому счету. Вот, как в этой ситуации себя вести. Вот, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что понравился вам мой ответ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, я буду рад помочь вам, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok